Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Наши пи продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Серёжа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот и я подивился. Новая заставка появилась. Ну, это, если честно, старая новая заставка. Я знаю. Просто она не применялась в данном контексте. Но, по-моему, к месту. По-моему, к месту. Она к месту, тем более сегодня мы встречаемся с Леной Приговой. Нью-Йорк, журналист, блогер. Наш самый-самый большой политический активист. И самый-самый большой человек, который разыскивает факты, который их доставляет и который всё время их озвучивает, в отличие от ряда людей, называющих себя журналистами, но на самом деле таковыми давно не являющимися. Лена, привет. Привет. Я не знаю, что мне делать. Корону прямо сейчас надеть или как-то при неё обойтись? Ну, я тебе... Да, я тебе путём UPS или ещё каким пришлю сначала, а ты уж там разберёшься. Слово «корона» в наше время употребляется исключительно в негативном контексте, поэтому я обойдусь просто диадемой. Да, хорошо. По рукам ударили. И перейдём к нашим насущным делам. Ты наверняка видела интервью Джана Рэдклиффа, главы национальной разведки. Ну вот смотри, вот его интервью – это факт. Вот его слова – это факт, о чём он говорит. И интересно, что это никого... Это ещё не факт. Нет, факт, что он говорит, да. Да, но, Игорь, у нас можно показать белое и сказать, вот это белый цвет, а тебе говорят, это ещё не доказано. Это ещё не доказано. И вот мы пребываем в этом состоянии без доказательных обвинений. И всего того, что у нас есть, знаете, вот такой, да будет срач, простите, пожалуйста, за боль, за это выражение. Но оно вполне литературное. Вы знаете, и вот мы в состоянии этом перманентно находимся последние годы. Я даже не знаю уже как, то ли смеяться постоянно, то ли плакать. Но плакать не хочется, пусть плачут наши враги. Врагов у нас много. А если мы говорим, раньше называли их оппонентами, нет, господа, у нас оппонентов уже нет. Потому что оппонент предлагает какую-то дискуссию, какой-то обмен мнениями. Поскольку у нас дискуссия давно закончилась, и чуть что сразу достают тебе, как вот селёдкой в харю тычет, ты фашист, ты расист, ты там супрематист, и кто-то ещё нехороший человек. Я уже привыкла к этому за последние четыре года. И знаете, у меня такой чёткий иммунитет выработался. Я не обращаю на это внимания. Нехай клещет. На самом деле это грустно. Потому что мы настолько разделены, мы настолько прошли все точки невозврата. Я не знаю, как мы будем дальше жить. И когда вот эти ребята в кожаных куртках... Кожаные куртки пускай остаются на пацанах, которые их носят. У меня тоже есть кожаная куртка. Ну и что? А парабеллум у тебя есть? А парабеллума нет. Но я у Зацепина одолжу. Да, сирипасен парабеллум. Так что, господа, хочешь мира, готовься к войне. Но мы к войне готовы всегда, потому что нас бьют. И мы будем защищаться. Нас бьют каждый день. Нас бьют во всех социальных сетях. Нас бьют во всей прессе. Нам не оставили права дышать и права говорить. Нам не оставили вообще никакого права. Даже защищать себя. Нам тоже не оставили никакого права. Нам подсовывают каждый раз тухлый факт. И предлагают этот тухлый факт обсуждать. Он обсуждается, обсуждается, как, знаете, вот по кругу что-то носит. Как дурни списанной торбы. Они ходят со старыми фактами. То, что сегодня произошло. Сегодня наконец-то предъявлено обвинение аж шести сотрудникам ГРУ, которые взламывали серверы, которые участвовали в кибератаках в 2016 году. Вообще нехорошие люди. Вот вдруг решили сейчас вот этих людей достать и наказать. Можно подумать, мы не знали, что Россия действительно вмешивалась. Мы, можно подумать, не знали, что Россия продолжает вмешиваться. Можно подумать, мы не знаем, что Россия должна будет вмешиваться, потому что она иначе не может. Она все равно будет вмешиваться. Ей нужно разделять и властвовать. Вот это самое главное, чем занимаются наши, скажем так, противники. Но наши противники в России вот этот русский след все время раскручивает, раскручивает, и сегодня он уже доведен до абсурда. Ну, нашли эти шесть человек ГРУ. А почему сразу не всему ГРУ предъявить обвинение? А почему сразу не вызвать на ковер товарища Путина? А почему? Вот мне, например, вчера один умный человек, который, ну, наверное, очень умный, и также группа товарищей, тоже очень умная, которая постоянно ходит в наши ленты в социальных сетях, которые слушают сейчас эту передачу, а потом они перетирают мои кости. Они вчера заявили, что вот Вайнштейн, Пригова, который Пылесосова, Континент, мы все на зарплате, на зарплате у Кремля. Я, честно говоря, не знаю, как ты, Игорь, я вот жду, когда же мне наконец-то заплатят то, что мне положено заплатить, потому что я все годы говорю, говорю, говорю. Ну, не важно, что я против Кремля говорю, но... Это не имеет значения. Это не имеет значения. Лена, я тоже уже 18 счетов открыл, но почему-то вот никак туда ничего не приходит. Я думаю, что Зацепин тоже, наверное, получает кремлевскую пайку. Ты даже не сомневайся, дело вот в чем, смотри. Опять раздувается след. Ну, это их ответ на дело Хантера Байдена, собственно говоря. Почему? Потому что припасли, да, я согласен, припасли на сладкое, так сказать, это дело. И вот оно пошло. Но вместо того, чтобы ответить хоть что-нибудь, что мы видим? Ага, вот эти шесть персонажей оттуда, они перешибают все остальное. Понимаешь, как это делается? Ну, у нас постоянно, скажем так, люди на минуточку забыли, что, собственно, скандал, связанный с фамилией Байден, послужил импичмента президента. Вот это самое страшное, что могло произойти. А вот подлог, который вот показали всем, сказали, вот это правда. Вот нам показали подлог, который послужил импичментом президенту Соединенных Штатов Америки. Только за то, что президент Соединенных Штатов Америки поинтересовался, а что же там все-таки действительно происходит. И не важно, что уже миллионы доказательств есть. И не важно, что, в конце концов, если есть такой запрос, если есть такое подозрение, то должна быть проверка. И только проверка может показать, правда это, неправда. Насколько аутентичны эти фотографии. А их, между прочим, если вы не знаете, 25 тысяч есть. 25 тысяч фотографий, которые явно не красят сына лица президента, который хочет стать президентом Соединенных Штатов Америки. Это самый страшный скандал, который может быть. Но этот скандал, для нас он скандал. А для той страны он не скандал. Его просто не замечают. Делают вид, что его нет. Больше того, наступает полным ходом на нашу свободу слеза. Полным ходом наступает твиттер. И Дорси, честнейший, вместе с таким же честнейшим Цукербергом, они просто закрывают это и говорят, «Елиса, не пустим». Они закрывают доступ к Нью-Йорк-Пост. Они снимают это все и говорят, «Да, мы откроем ваш аккаунт», они говорят, «Нью-Йорк-Пост». После того, как вы снимете материал. То есть они участвуют, это называется, они участвуют на стороне, одной стране, в выборах Соединенных Штатов Америки. То есть это уже наступление на Конституцию полным ходом. На наступление на наше право на информацию. Наступление на наше право на свободу слова. Как дальше с этим быть? Я надеюсь, что эти мальчики, два очень богатых, будут отвечать перед Сенатом. И я надеюсь, что Сенат наконец-то поставит мальчиков, заигравшихся со своими миллиардами в свободу слова для себя, наконец-то ответит за все, что они хорошее делают. А потом оказывается, что человек, который занимается непосредственно контентом в Фейсбуке, это тот самый человек, который занимался непосредственно руководством Байденом, консультацией Байдена по украинскому вопросу. Нормально? А потом ее пристроили, как и пристроили еще сотни других из администрации Обамы во все наши социальные сети, в Netflix, в Time Warner. Вы знаете, когда мне говорят, что вот у нас BLM и еще Антифа, слушайте, соучредитель BLM тихо, спокойно уже почетный человек, инфлюенсер, и она рассказывает о прекрасной жизни уже в Time Warner Brothers. Так что весело у нас? Весело очень, господа. А потом нам говорят, что у нас никакого заговора нет. Потом нам тычет, как вот опять же той же селедкой тычет. А вот пол, посмотрите, пожалуйста, опрос. Никто не задумывается, что опрос ABC идет среди тех, кто смотрит ABC. Опрос CNN проводится среди тех, кто смотрит CNN. То есть вам опять вот те же мои любимые слова пресс-ти дежитаторы показывают фикцию, а вы верите. Втюхивают, втюхивают, я показал. А вы верите. А в это время, абсолютно же в это же время по всей стране проходит ралли в поддержку Трампа. Причем проходят многотысячные ралли. Но вам не покажут ни одна газета, ни один журнал, ни одно средство массовой информации вам это не покажет. Потому что, как положено во всех революционерах, сначала надо телефон, телеграф, мозг и прочее взять. Лена, Лена, можно тебе возразить? Единственный раз в жизни. Разрешаешь? Ну, если ты хочешь жить после этого, то можно. Согласен. Ты говоришь ни одно средство массовой информации. Так вот, господа, сегодня вы можете зайти на сайт continentusa.com и увидеть про замечательное ралли, в котором приняли участие только пять тысяч мотоциклистов и других владельцев транспортных средств. Пять тысяч, вдумайся, в Техасе. Огромное ралли в поддержку Трампа. И мы об этом напечатали. большие. А в субботу было огромное ралли во Флориде. Во Флориде, да. Огромное ралли было. Да, да. И попасть туда было невозможно. Просто невозможно было попасть. И мы это тоже писали, показывали, говорили. Но нам каждый раз показывают параллельный мир. Да, нам показывают тремя с половиной коллег, которые пришли к Байбену. Едет поезд по стране. Да, да. И телепромтер в качестве основы информации без телепромтера мы не можем. Но вместе с тем, вместе с тем ровно через полтора дня у нас состоится еще последний тур, можно сказать, дебатов. Я не знаю, о чем это будет. Я не знаю, для кого это будет. Потому что мне кажется, что все дебаты уже давно закончились, не начавшись. О чем можно разговаривать с человеком, который отрицает реальность? О чем можно разговаривать с человеком в формате вот тех дебатов, которые предлагаются одной партии? Мы же хорошо помним, что у нас было с таунхоллом. Мы хорошо помним, как себя вела ведущая на MSNBC, мы хорошо помним, что это не были дебаты, это был допрос с пристрастием. Я видела прекрасно, как работает инквизиция. Вот инквизиция современная выглядит именно так, когда президенту страны не дают сказать, когда его 25 раз перебивают и дальше не дают ответить, вставляют свое видение прекрасного. И мы видим мягкое поглаживание господина Пайдена на канале ABC. А также мы видим 100 подписей, которые написали все честнейшие актеры, режиссеры, драматурги и вообще цвет Голливуда возмутительным, возмутившим их письме, вот они возмущались по поводу того, что да как же посмели NBC взять и пригласить президента страны в то же время, в которое Байден будет выступать. И ты понимаешь, что у нас люди делятся на две категории, на категории сектантов, которые уверовали в то, что им говорят, и категорию людей, которые верят своим глазам. Вот я верю своим глазам, я просто сравниваю две картинки, заметьте, без фотошопа, я сравниваю видео, заметьте, нередактированное, когда идёт одна панорама без всякой склейки, без всякого монтажа. Я телевидению отдала очень много лет жизни, поэтому я как бы знаю, где склейка, где монтаж, где подложен звук. Я вижу живой кадр, и мне этот живой кадр говорит о том, что происходит, гораздо больше, чем потоки красивых-красивых слов, которые нам выливают. Но вместе с тем мы имеем дело вот с тем понятием, которое называется либерализм, и я недавно цитировала фразу Достоевского, я очень люблю вообще Достоевского с его бесами, и ещё больше мне нравится идиот. Там есть очень хорошая фраза именно о либералах, которые милые, замечательные, как только вы не возразите, дальше вам заткнут вас, заткнут ваш поток вашего сознания, и вы будете наказаны за то, что вы посмели открыть рот. Мы сейчас видим это, потому что это не только характерно было для русских либералов. Я, кстати, постоянно сталкиваюсь в дискуссиях, которые ещё продолжают всё-таки существовать в каком-то формате, с русскоязычными, с теми, кто приехал из наших бывших стран Советского Союза. Мне становится страшно, потому что люди на минуточку отключили в сознание память, они не понимают, почему они здесь. То есть они, особенно мне нравится русский либерализм от таких господ, как Гольфарб, например, который чётко и ясно говорит о том, что вот мы сначала должны Трампа уничтожить, а потом мы уже будем думать о том, что делать с разрушенными городами. То есть гори огнём, синим пламенем страна, гори синим пламенем свободы, гори синим пламенем всё, а синим пламенем таки горят, потому что синее пламя исходит от синей нашей партии, которые ослы. А что с ослов взять? Они ослы. Лен, вернёмся всё-таки к соцсетям, к этим баранам, да. И знаешь, что меня в данном случае поражает? Ведь никто им не запрещает назваться действительно уже теми, кто они есть. Вот если бы эта площадка была названа каким-то таким образом, скажем, это, ну как, помнишь, в той стране, где мы успели пожить, это орган там, ЦК Комсомола, допустим, газетка Комсомольская Правда. Почему бы Фейсбуку не сказать, что это орган демократической партии, которая обслуживает эту партию, которая её линию соблюдает и так далее? Тогда, по крайней мере, любые их действия, они тогда логичны, да, они защищают интересы исключительно одной стороны. То же самое Твиттер и прочие, прочие. Но они же говорят о другом, они же говорят якобы о беспристрастности, о том, что они делают честный бизнес в стране демократической. Какого чёрта? Что ты скажешь на эту тему? Какого чёрта? Какого чёрта? Ты уже ответил. Я уже сам и ответил. Я понимаю. Это же риторический вопрос. Почему? Потому что на этот вопрос тебя ответят это наше корпоративное право. Вот у нас, господа, существует два права. Это отмазка. Существует у нас то право, которое прописано в Конституции, которое есть законом, и существует у нас право корпорации. Это самое страшное право. У нас существует право профсоюзов, у нас существует право следить за людьми. Вчера меня поразил один вопрос, который мне часто люди пишут в личку. Часто, потому что социальные сети дают такую возможность задать вопрос в мессенджере. Мне пишут люди, которых я никогда в жизни не видела, они просто читают, слушают меня. И мне пишут женщины о том, что она член профсоюза, и каждый день её бомбят профсоюзы, что вы должны голосовать за такого-то, такого-то. Но что самое страшное, то, что меня поразило, то, что задают вопросы друзья её дочери и так интересуются, а за кого будет голосовать твоя мама? и я чётко знаю, что очень многие люди просто боятся сказать. Они боятся сказать, потому что последствия совершенно страшные. Люди увольняют с работы, людям не дают жить. И я не уверена, что нет списков, что просто будут приходить в дома. Если вы думаете, что в дома приходили только в Советском Союзе где-то, или где-то в Германии, пришли среди ночи и забрали, то вы думаете, что это такого может не повториться такое? Я не уверена. Я не уверена за нашу безопасность. Я не нагнетаю ни в коем случае. Потому что если бы я боялась, я бы не говорила. А время бояться, мне кажется, оно не наступило. И может быть, для некоторых оно никогда не наступит. Я понимаю, о чём ты. И я интересную расскажу штуку. Я думаю, она понравится и тебе, и нашим слушателям. Мы прекрасно знаем, что если вот, скажем, на заднее стекло своей машины ты наклеишь стикер или табличку поставишь «Трампенс», то ты рискуешь, что твою машину поцарапают, тебе проткнут колёса, ну и так далее. Ну и самое худшее, просто сожгут её. Так знаешь, что делают наши одарённые молодые люди? Что? Они цепляют это к тем сторонникам, к своим оппонентам, к сторонникам Байдена. Это мне настолько понравилось. Какая вот интересная жизнь у нас. Понимаешь, да? Я понимаю. Я знаю абсолютно точно, что когда мы выезжали колонной машин под флагами Трампа, американскими флагами, под флагами поддержки полиции мы заклеивали наши номера. Почему? Да потому что эти номера просто элементарно фотографируют, могут найти машину, могут найти вас, естественно. Они всегда вас фотографируют. Я знаю очень хорошо, как они работают. И, честно говоря, знаете, поначалу это было где-то там с опаской. Да. Потому что неизведанно, в конце концов, я женщина, я же не мальчишка, который будет драться. Мне приходится иногда и драться. И вы знаете, каждый раз, когда ты идешь вот на такие скажем так, митинги, ты каждый раз понимаешь, что ты рискуешь не только собой, ты рискуешь спокойствием своей семьи. Вот это самое страшное. Они взяли в заложники всех нас. Они взяли наших детей, наших мужей, наших жен, наших родителей. Все в заложниках находятся у этих людей, которые такие и честные, которые такие хорошие, которые ходят к вам и стучат на вас. Четыре тысячи, четыре миллиона. Помните тех, которые писали доносы? Вы думаете, только в России такое могло быть, в Советском Союзе такое могло быть? Да нет, это природа человека. Это природа человека. Почитайте еще раз о либералах. Да. Почитайте, кто это такие и на что они свободны, на что они способны. Так что, честно говоря, страшные времена наступают. Они уже наступили. Мы живем вот в эпоху перемен, как китайцы говорили. Самое страшное жить вот в эту эпоху. Мы дожились. Ну, тем не менее, живем и будем жить. Все-таки, сейчас мы уйдем на перерыв, но перед этим я хочу сказать о том, что то самое вынужденно молчаливое большинство должно таки сказать свое слово 3 ноября. А пока мы послушаем рекламу и вернемся через несколько минут и будем готовы принимать ваши звонки, если у вас будут вопросы. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если не возражаете, давайте примем звонки. Да, пожалуйста. Я напомню только что с нами Елена Пригова из Нью-Йорка. Добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, вот я сегодня слушал новости о том, что председатель подкомитета Сената и юридического подкомитета Ленин Скрим решил перевести голосование по поводу нового члена Верховного Суда после выборов? И второй вопрос. Правда ли то, что мэр Нью-Йорка Доблазио решил закрыть пандемию, закрыть избирательные участки, чтобы люди вынуждены будут голосовать по почте. Спасибо. Спасибо за вопрос. Лена, пожалуйста. По первому вопросу я не могу ничего сказать, потому что я сегодня не слышала об этом. Но когда мне говорят правда ли, я сразу начинаю думать, а что у нас вообще правда? У нас категория правда несколько смещена. Надо посмотреть и посмотреть, что будет через день, через два, тогда мы поймем правда ли это. Я тоже, к сожалению, ничего об этом пока не знаю. Я вполне могу поверить, что они это сделают. Вполне могу поверить, но я не уверена, что это будет. Да я тоже. Потому что повода для того, чтобы переносить, абсолютно никакого нет. Звонки у нас. Звонки. Я на второй вопрос не ответила. Если нужно, я отвечу. Да, это правда. Но голосование все равно состоится, потому что опубликованы данные, где вы можете проголосовать. Не все школы закрываются, не все районы закрываются, девять районов закрываются. Но по отношению к мэру Деблазио и Кома такие иски готовятся, вы себе не представляете. Вот должна сегодня была состояться самая большая свадьба в Нью-Йорке с Атмарской Хасиды. Они должны были 10 тысяч человек приехать на свадьбу. Им запретили это сделать. Ну, естественно, они возмутились, потому что кинотеатры не закрыли, рестораны пока тоже не закрыли, а вот тут они закрыли. И я думаю, что у нас же все переходит в категорию судебных тяжб. Вот эти судебные тяжбы, они будут... То есть все впереди. Спасибо, Лена. Все впереди. Ждем. Ждем. И вопросы есть? Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Это та Лена, которая выступала в 2016-м тоже у вас на радио, но потом ее почему-то не стало. Это та же Лена? Нет, я не думаю, что это та же Лена, потому что... Лена. Нет, да. В 2016-м вроде бы... Нет, речь идет о другой Лене, нет, это не та Лена. А, Сережа знает. Ну, спасибо большое. Очень интересная передача. Спасибо вам. Спасибо вам. И следующий звонок. Добрый день. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, господавод. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. А вопрос будет? Ну, что-то там со связью происходит, похоже. Ага. Перезвоните, что-то не получается. Не-не-не-не-не-не. Здравствуйте. Добрый день. Да? Извините. Извините. Я, конечно, я консервативный, вы сами понимаете. Мы на одной странице. Все правильно. Вот меня интересует, просто до сих пор при всем опыте, бизнес-опыте господина Крампа, который имеет дело с тысячами людьми, и с тем, что он показывал, как он отбирает людей на своем знаменитом шоу-аппrentис, почему он сделал с такой огромное количество кадровых ошибок? Просто вопиющих. Допустим, он назначил на пост директора FBI господина Рея. И когда Рей заявил, что главную опасность для республики представляют правые, как он сказал, белые националисты, да, такая белая нация, я не знаю, кто такая белая нация, такой нации, не знаю, ну, неважно. И на следующий день он не был уволен. Меня это шокировало. И вот каждый раз, понимаете, что вот это вот либеральное наследие, его долгого пребывания в либеральной среде, будучи демократом, чем даже и его детей, и Иванки, я вот чувствую это все время. Конечно, я буду за него голосовать, потому что альтернатива просто кошмар. Окей, понятно, суть вопроса понятна. Спасибо, за ваше мнение. Вопроса нет, но мы, ну, почему, собственно говоря, можем прокомментировать. Лен, пожалуйста. Я отвечу. Вы понимаете, у нас вся ситуация заключается в том, что вы никогда не знаете, кто есть кто, и у кого какие связи, и кто с кем повязан. Вот той самой Амертой, которая существует в итальянской мафии. Потому что вот та структура, которая называется у нас силовые структуры, FBI, или CIA, ЦРУ, это все структуры, куда были поставлены люди еще клиентовами. Это старые все люди. Они, естественно, я говорю о руководстве. Надо очень хорошо понимать, что руководство это руководство, а честные сотрудники и нельзя говорить о честных людях, всех одним не ромазать. Это честные люди. Но руководство остается руководством. И тот же Трамп допускает постоянно вот такие ошибки. Потому что я считаю, что назначение Рэя или Данна Хастелл, а назначение на должность тех людей, которые работали с тем же Бреннаном, это грубейшая тактическая ошибка, которая очень серьезно оукнется. Я хочу вам напомнить. Это очень важно понимать, что ведь вот этот сервер, вот этот компьютер был найден в апреле 2019 года. то есть полтора года тому назад. И полтора года тому назад уже было это все. И это не давали возможности этим файлам быть опубликованными. И Трамп задавал эти вопросы вполне закономерные. Но чем эти закончились вопросы? Что сказал Иоаннович? Что сказали все вот эти вестоблогеры, которые появились? идет сначала демонизация, сначала вам говорят это все неправда, сначала вам говорят это все теории заговоров. Обратите внимание, вот мы говорим сейчас, Кюанон, теория заговоров, нам постоянно внушает, нам постоянно говорят о Proud Boys, нам ничего не говорят об Антифе, нам ничего не говорят о БЛМ, потому что нужно сдвинуть все, надо перевернуть все с ног на голову. А вы знаете, что состоялась огромная акция протеста в субботу у здания Твиттера в Сан-Франциско? Вы знаете, как пришли на мирную демонстрацию пришли Антифовцы и как они избили, как они человека, который организовал, кстати, чернокожему человеку, по-моему, фамилия Робинсона, я не помню фамилию, выбили зубы, как кроваво они поиздевались над теми, кто пришел мирно выразить свой протест. Вы много видели кадров? Вы много слышали об этом? Да нет, об этом вам не скажут, не напишут, они будут раскручивать Кюанон, они будут раскручивать Прауд Бойс, они будут раскручивать те же дежитаторы, вам будут показывать нападение на губернатора Вичигана, вам будут показывать губернатора Вирджинии по времени, кушать подано, господа, живите, пожалуйста, вот ту правду, которую вам уже приготовили, не важно, что эта правда не имеет абсолютно ничего общего с реальностью, живите, господа, все спокойно, спите, господа. Спасибо, Леонид. В нашей стране только спать можно, и прославить эту страну. Спасибо, спать можно, но не нужно. У нас есть вопросы еще? Да. Были звонки, Слушаем вас, пожалуйста. Дело в том, что мы все время слышим вот эти жалобы, почему, почему, ой, уже так стыдно за все это, вроде президент у нас хороший, вот так все. Скажите, я из Нью-Йорка, мне сказали только что, что 9 районов будут закрыты для выборов. Я хотел бы проголосовать лично, я в Южном Бруклине. Дело в том, что Дэвидсон Радио у нас скорее демократическое, и особенной помощи от них дождаться будет сложно. Хотелось бы знать, какие это 9 районов, и что делать тогда. Только что был об этом разговор, Лена, вкратце, куда человек может обратиться, чтобы ему дали информацию. Непосредственно есть пресса, есть гугл, и Дэвидсон Радио, как средство массовой информации, не обязана вам отвечать на все вопросы. Для этого существуют городские власти, вы можете набрать, пожалуйста, nbc.gov, и четко и ясно задать вопрос, и получить ответ, какие районы будут закрыты. Это все просто делается, на самом деле, не усложняйте, это все просто. Захотите, получите эту информацию. Пока у нас звонок, послушаем еще нашего слушателя. Добрый день, слушаем. Добрый день, Игорь, вы вот проговорили, что поддержку Трампа, мотоциклисты, вот у меня отношения к этим мотоциклистам, бритоголовым, ненацистам, фашистам, ваши слушатели, не, да что, с возмущением, какие мы, но как в основе, это за Трампа, за этого жлоба. До свидания. Так, окей, до свидания. Ну вот, видишь, наконец, и такое слово. Я хочу, я хочу сказать человеку, 10 человек, что забывая кого-то жлобов, посмотрите, пожалуйста, в зеркало. Вы такое же увидите там тоже. Я хочу сказать, что если вы видите мотоциклистов, которые идут в поддержку Трампа, то не надо навешивать сразу на него ярлык, что это фашист. Кого вы называете фашистом? Для меня антифашисты современные, это фашисты, которые бьют людей за то, что они думают иначе. Для меня фашисты это те люди, которые сжигают наши города. Для меня фашисты это те люди, которые запрещают нам думать и если еще книги не сжигают, то поверьте, они будут сжены. Это бесполезно. Объяснять надо тем, тем, тем. Позвонил и назвал президента, он может называть кем угодно. Он имеет право. специфический радиослушатель, зовут его Боря, поэтому я специально для него... сжигают. Позвонил люди, помогите Боря, помогите Боря, вам говорят, он наденал лужу прямо в коридоры, шаг вперед и две нас... вот... Я хочу с вами посмеяться вместе и сказать, что его не зовут, он сам приходит. Да, вот это... И как правило приходят с садик. Хорошо, Боря, привет вам! Да, Боря, Боря, Боря. Быть вам с Антифой в одном ряду. И так хорошо, Сереж, есть звонки? Если нет, мы продолжим. Народ просто сейчас держится за животы и... А, значит, это уже новый персонаж. Вообще, на радио интересные персонажи есть. Вот давно я не слышал одну нашу болгарскую приятельницу. Похоже, уехала в Болгарию. Сколько лет назад это... Это было... Это было интересно. Пока сначала интересно, потом утомительно, а потом просто не знали, где пятый угол найти. А мне кажется, вообще, уделять им внимание, ну, пусть себе говорят. Да, пусть говорят, конечно. Может, у них в жизни кто-то их недолюбил, может, что-то у них не слышал. А может, перелюбил, кто его знает? А может, у него просто мотоцикла нет, он завидует. все, вот-вот завидует. Все, Лен, черти, давай дальше. Действительно, вопросы многих волнуют. Вот технология, как это будет проходить, опять же, голосование. Послушайте, мы, кстати, очень записали специальный ролик с Леной Приговой и с одним из активистов той консервативной, коалиции, которая возникла, которой очень много коллективных членов, в том числе и наш континент, и радионародная волна. То есть там, в принципе, на какие-то вопросы вы найдете ответы. Но самое главное, не, как бы, не переносите их на те средства массовой информации, которые совсем другими, другими вопросами ведают. У вас есть у всех и те же сити-холлы, виллич-холлы и прочее. Тем более, наверное, в Нью-Йорке даже там и переводчики существуют на русский. В Нью-Йорке вообще написано все на всех языках. На всех языках. А потому что есть группы, ну, этнические группы, которые в достаточно большой концентрации, поэтому на языке этой концентрации вам все скажут. Я хочу просто напомнить также, что, господа, группа называется Unite the USA. Вы можете всегда почитать, и там, кстати, все написано по поводу как голосовать, что делать, со всеми разъяснениями. В интернете это U-USA.org Повторяю, U-USA.org Для тех, кто не совсем понимает по-английски U-USA.org Да. Ну и напомню уж тогда и про голосование мы говорили на канале, который называется ТВ-клуб «Континент», и это тоже одна из последних в принципе записей, вы легко ее найдете и можете послушать, она достаточно короткая, но там там воды там нет. Полезная информация. Да, там просто полезная информация, которая она не политического свойства, а просто некоторым образом разъясняет, что и как. Тем более, это очень актуально, учитывая, что мало времени осталось. Еще дополнение. Вы должны четко ясно понимать, что в каждом штате идут свои сроки голосования, свои сроки голосования по почте, поэтому не поленитесь, пожалуйста, зайти vote.gov еще раз, не перепутайте с .org vote.gov и вбейте, пожалуйста, свой штат и вы получите всю информацию, потому что вы должны хорошо помнить, что Соединенные Сталии Америки это да, это союз 50 фактически независимых кстати, демократы левые, они демонизируют этот момент предварительного даже голосования, говоря о том, что вот там будут огромные очереди, они вытаскивают какие-то кадры, причем, как правило, это из каких-то прошлых лет голосований, и что вот будет угроза, и надо это делать почтой, но, господа, практически, ну, вот по крайней мере, в штатах, о которых я знаю в том же Ильиносе, Вискансине, пожалуйста, вы можете проголосовать заранее, и причем на участке, вы просто узнаете, когда это, какие дни, и пожалуйста, не обязательно ждать 3-го числа, также придите лично и проголосуйте заранее, но не доверяйте почте, вот этот вопрос существенный, конечно, тем, кому деваться некуда, это другое дело, но те, кто могут прийти, лучше придите. Не задумайтесь, почему вас заставляют голосовать по почте? Ну, это точно, у нас, Лена, у нас звонок, да, попробуем его принять, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, скажите мне, пожалуйста, чего мы ждем, вот вчера я прочла короткую, ну, статью, где, говорится, уже статистика подмогов и обманов, примерно, так сказать, ну, как вот у нас там в России, в городах, там, я не знаю, 10 тысяч населения голосовало, там, 115 процентов, уже, это еще до начала выборов, и это все уже известно, чего мы ждем, почему уже не назначаются какие-то проверки, там, ну, я слышу, что вот такого наказали, вот он там почтарь выбросил то этих бюллетеней, еще чего-то, а то там идет уже фрот на, там, на миллионы, можно сказать, я сама получаю все время предложение получить эти самые бюллетень, а я 20 лет уже из Нью-Йорка уехала, нью-йоркский, понимаете, и понятно, что такие некоторые люди говорят, да, пошлите, и вот уже, уже, уже эти голоса, спасибо за звонок, Лен, что ты скажешь, как ты пропонтируешь? Я скажу, что у нас существуют суды, и существуют коллективные иски, и просто пока дело дойдет до Верховного Суда, а эти дела будут все-таки доходить до Верховного Суда, но они должны пройти сначала федеральные суды, апелляционные суды, и вообще всю эту катавасию с судами, а потом будут разбираться, когда это будут разбирательства идти, я вам не могу сказать, потому что если у нас, допустим, ноутбук, который был найден в апреле 2019 года, о нем сейчас заговорили в октябре 2020 года, то дальше подумайте, но я знаю абсолютно точно, будьте готовы, с 3 ноября по 14 декабря будет очень жарко в нашей стране, а потом будет еще жарче, еще жарче, это точно, потому что если в 2016 году сопротивление, вот этот резистанс, никуда не ушли, то сейчас они пришли и они в открытую абсолютно падят. Сейчас они не готовы проигрывать, окей, у нас есть... Вы понимаете, проигрывать они не могут, потому что им есть что терять, они потеряют тогда... Лен, давай примем звонок, человек ждет, давайте, добрый день, слушаем вас. Добрый день, Лен, скажите, пожалуйста, может быть, вы наталкивались на эту информацию, я ее нигде не видел, существует практика так называемых exit polls, то есть, когда люди выходят, их опрашивают, за кого вы голосовали, там, за белых или за красных, по каким-то статистическим данным, не знаю, насколько они достоверны, вроде бы уже проголосовал где-то 25 миллионов человек, это очень большая статистическая выборка, вы что-то слышали насчет результата? Я слышала, я слышала, только цифры каждый раз разные, я слышала о разных цифрах, поэтому, знаете, поскольку у меня нет проверенной информации, а проверенной информации нет, как вы понимаете, ни у кого, больше того, факт-чекеры многочисленные, как только вы это печатаете, они сразу вам подсказывают, что это все фальшивка, что это все неправда, что это вы все придумали, и на сегодняшний день вы проверить никак не сможете, ничего точных, потому что вы же уже сами понимаете, что происходит, вам подкладывают ту информацию, которая нужна этим людям, которые не хотят власть отдавать, поэтому я уверена абсолютно на 100%, что, конечно, идет голосование, я уверена, что идут вбросы, я уверена, что не так все чисто, как нам бы хотелось, больше того, очень грязно, но сегодня говорить о том, чего у меня нет, с цифрами, и фактами, нет, это абсолютно, я могу говорить о фактах, что вот в том-то, в таком-то штате, столько-то вбросов, в таком-то штате, столько-то вбросов, я могу говорить, поступает разрозненная информация, как вы сами понимаете, централизованная информация не может поступить, потому что средства массовой информации, основные, они ее просто не пропустят, а факт-чекеры социальных сетей, они тоже не пустят никого и никуда, поэтому нужно четко и ясно понимать, мы имеем дело с жесточайшим сопротивлением действительности. Ну и создается хаос при этом еще, потому что, если бы все чинно делалось, без вот всех вот этих фокусов, то спокойно бы это все и происходило, но когда создается искусственно, и потом подогревается, и потом действительно, если вы где-то вот какую-то информацию попробуете использовать, то, конечно же, нарветесь на обвинение в том, что вы это делаете намеренно, что никакого такого факта еще не существует и так далее. И вот это их, собственно говоря, защита и нападение одновременно, потому что... Игорь, зачем далеко ходить? Посмотрите пример с New York Post. Все, они просто не дают, вот вы уберите это все, уберите, а почему, на каком основании? Нет, уберите, и тогда мы откроем вам возможность пользоваться фейсбуком. Мы с Игорем, у нас группа Америка 2020, мы админы этой группы, я вам могу сказать, каждый день мы получаем... Каждый божий день. Каждый день мы получаем предупреждение о том, что это не соответствует действительности. А сколько групп уже закрыли? Консервативных групп закрыли на фейсбуке. Не только русскоязычных. Да, Анжи и Звезды. Да, Лен, у нас уже время выходит, ну, в самые последние 10 секунд тебе. Господа, будет весело, а мы живем в веселые времена. Не теряйте чувства юмора, ко всему относитесь спокойно, защищайте себя и своих близких, и помните об иммунитете. Он сейчас нужен всем абсолютно. Иммунитет от ковида, иммунитет от ЖИ. Будьте здоровы. Спасибо. Наше дело правое. Спасибо, и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова